Доброе утро, уважаемые коллеги! Анастасия Кивина, к сожалению, не смогла поучаствовать в ТСИР. Вот представлю я. Морфологическая диагностика ракопрестательной железы на данный момент является окончательной диагностикой. И оптимальное заключение морфолога можно получить, и оно начинается с операционной. То есть все трепандиаптаты создают разрыть по маркированным флаконам в соответствии с либо картированием по схеме, как они были взяты, либо по номерам. После этого на прианалитическом этапе каждый из этих трепандиаптатов будет исследоваться отдельно, красиво разложенный и с максимальным количеством площади визуализации. Критерии оценки трепандиаптатов. Прежде всего гистологический тип, сумма баллов по глиссона, количество либо процент биоптатов с опухолью, линейная протяженность опухоли в каждом пораженном биоптате в процентах или миллиметрах, извините, и указание других признаков, которые могут повлиять на прогноз. Гистологический тип мы определяем по недействующей классификации Семерной организации здравоохранения. В 90% случаев это аценарная домикоарцинома, либо какие-то производные. Гистологический грейд мы определяем по системе глиссона. Он претерпел достаточно большие изменения. Оргинальная картинка. Это картинка от пересмотра 2015 года. И на данный момент по этой системе паттерн 1.2 рассматривается только как редко встречаемый паттерн в центральной зоне железы. И в трепанд биопсии не рекомендован к использованию, поскольку он имеет низкую воспроизводимость и зачастую может привести либо к гипердиагностике рака в принципе и на поверху оказаться аденозом. Либо к гипердиагностике в клинике незначимого рака. Один из самых распространенных паттернов это партерн 3. Представлен хорошо сформированными железами, либо круглыми, либо слегка ветвистыми. И паттерн 4, который представлен многообразными криброзами, вымерлоидными структурами, как вариант криброза, сливными и плохо сформированными железами. Однако паттерн 4 на трепанд биоптате следует выставлять только в случае, если он определяем на 10-кратном увеличении микроскопа и только в том случае, если он определяем без сомнений. И в случае, если мы видим паттерн 4 в виде плохо сформированных, либо сливных желез в большом пласте паттерна 3, то его суть не стоит учитывать. И в принципе, если мы видим по ограниченному орфологическую картину, мы округляем гистологический грейд в меньшую сторону. Паттерн 5. Наиболее злокачественный паттерн. Он представлен соленными полями, отдельными разрозненными клетками. Либо паттерн 4 с некрозом. И в дальнейшем выставляется по сумме главенствующих паттернов прогностическая группа. Но я не буду становиться на важности определения от прогностической группы. Прогностические группы мы определяем по, во-первых, главенствующему паттерну, это первая цифра, и по наиболее злокачественному паттерну. Однако в случае, если мы имеем малое количество более хорошо дифференцированного паттерна, меньше 5%, мы его не учитываем в заключении. Однако если мы имеем количество более злокачественного паттерна, менее 5%, он должен быть указан как наиболее злокачественным. Тридичный паттерн выставляется в случае, если он имеется, однако он не относится к менее злокачественному, и при этом занимает наиболее меньшую притяженность. Интродуктальная карцинома состояние, которое не является инвазивной карциномой, однако по своей сути является распространением рака в протоках и ацинусах. Они градируются по глисону, но прогностически говорит о наличии агрессивной карциномы. Часто встречается в биоптатах с большим количеством высокой погребительной опухоли и может симулировать некоторые состояния, такие как паттерн-4, интродуктальная карцинома, интродуктальная карцинома, паттерн-4, дуктальная карцинома, и в некоторых случаях может составлять сложность для диагностики в трепан-биоптате. Также, как одно из состояния увеличивающих ухудшающих прогнозов переневральной инвазии, выставляет достаточно очевидно и говорит о возможности достаточно быстрого распространения опухоли запретила железа. Определение линейного размера опухоли в трепан-биоптате проводится от начала до окончания подлиннику инвазивного компонента, однако в случаях, если мы имеем прерывистый инвазивный компонент, нет допустимых вариантов измерения с пренебрежением с пренебрежением перерывов либо с невключением их в размер. В принципе, оба метода показали достаточно высокую корреляцию с результатами простатоктомии, однако измерение линейное, все-таки лучше прогностического значимости. У меня как пример гистологического заключения указание количества трепан-биоптатов, указание гистологического грейда суммы баллов по Глиссену, линейной протяженности и, соответственно, количество более злокачественного паттерна в каждом трепан-биоптате. И такой ответ на каждый пораженный трепан-биоптат. Биоптаты без опухолевого поражения можно описать отдельно, если не имеют исходные металлогические находки. Ну и, конечно, сумма глинастическая группа по Глиссену. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы будут? Можно я коварные вопросы? Это абсолютное большинство заключений гистологических вне онкологии Петрова заканчивается фразой «необходимо иммуногистохимическое исследование». На Ваш взгляд, действительно оно необходимо при биопсиве пристательной железы? В каком объёме, какие панели и в каких ситуациях это целесообразно? Иммуногистохимическое исследование необходимо для определения, в первую очередь, интродуктальной карциномы, если она неочевидна, поскольку это может симулировать инвазивную карциному. В случае, если мы не можем определить точный гистологический тип опухоли. Ну, так-то самое важное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!